Сегодня мы договорились на прошлом заседании, что проводим выездное собрание, поэтому сегодня маленько такая... Я считаю, что это неформальный такой визит, да, там без галстуков, посмотреть состояние объектов. Конечно, это все будет, естественно, запротоколировано, мы вот ведем и записи для СМИ, и для... Алексей Борисович, сегодня состоялось вот такое первое собрание спортивной общественности города со всеми спортивными руководителями. Как вы оцениваете, как оно прошло и какие позитивные выводы были сделаны после него? Денис, я хочу сказать, что оно не впервые у нас приходит, в прошлом году мы уже делали такие выездные. На последнем дне депутата мы приняли решение, что именно на объектах будем проводить цель, полностью посмотреть техническое состояние. Мы смотрим подвалы, да все, что нужно для наших людей, прежде всего условия наших спортсменов, мы в первую очередь, для нас это очень интересно. И за месяц у нас накапливается очень много вопросов от спортивной общественности, от тренеров. Я думаю, что это хорошая площадка, на которой раз вместе мы встречаемся, и у нас появляется очень много идей. Сегодня очередной раз я убедился, что когда один-два человека, когда собирается очень много людей, то вопросов очень много можно решить совместно. Сегодня вы посетили Ледовый дворец. Какие, может быть, недочеты или наоборот, позитивные моменты здесь нашли? Ну, самое главное, я говорю, показатель работы, конечно, Ледового дворца, в первую очередь, состояние подвала, состояние мест, где раздевалок и душевых. Сегодня все было отлично. В подвале можно ходить в тапочках. Мы видим оборудование, которое уже эксплуатируется более трех лет, и оно в отличной форме. Это, значит, заслуга действительно руководства данного объекта. И хотелось бы, конечно, поблагодарить, пользуясь случаем, потому что очень дорогое оборудование. И цель-то наша, чтобы посмотреть, как расходуются бюджетные деньги города Тимиртау. Сегодня мы видим, мы видим здесь некоторые такие новшества, которые позволяют экономить бюджет города Тимиртау. Там вопрос с фреоном, то, что фреон не выливается, используется, пропускается через какие-то фильтры и обратно заливается. Поэтому вторично используется. С одной стороны, можно было сказать, давайте нам еще новый фреон и на это выделять деньги. В денежном эквиваленте это очень хорошая экономия. Поэтому следующий у нас объект планируется, это стадион-строитель, детская и юношеская спортивная школа. Поэтому, я думаю, это школа управления. Я думаю, что мы пригласим с управления специалистов, чтобы они тоже, управление знало, что в городе не безразлична судьба наших спортивных сооружений. Если брать ледовый дворец, какие изменения могут в будущем произойти в нем? Ну, как и в ледовом объекте, есть много вопросов. Есть вопросы по крыше, есть вопросы по сиденьям. Достаточно дорогие вопросы. Вы говорили вот в этом опоршеме заседании, говорили про кресла. Они неправильно вообще стоят. Они должны поднять будут выше, что ли? Они будут стоять, как вот раньше, на ножках, вот как каргандиарей. Вот мы делаем, что-то, 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 что-то. Все, что сегодня мы сделаем большой протокол, сделаем большой фотоотчет для себя. Я думаю, что год-два, по крайней мере, мы будем знать все. Если понадобится на сессии городского маслехата, мы сможем вот эту папку достать и сказать, что этот вопрос очень важный, его нужно решать. Тем более мы видим, сколько людей у нас ходит на хоккей. Для нас это очень важно. Мы все, в первую очередь, также люди нашего города, болельщики. И поэтому я думаю, что если пошагово все сразу освоить будет невозможно, пошагово можно будет решить очень много проблем. Школа была самой лучшей в Советском Союзе. Здесь, скажу, тренер Гафуров работал.